Здравствуйте! В эфире нашего телеканала программа Калейдоскоп. А это значит, что сейчас вы узнаете обо всем самым интересном, что произошло в нашем городе за минувшую неделю. Марина, а с чем у тебя ассоциируется осень? Ну, прежде всего, с поэзией. Потому что именно осенью родился мой любимый поэт Сергей Есенин. И каждый октябрь, 3-го числа я стараюсь съездить в Константиново на его родину. В этом году ты тоже там была? Была. И что там было интересного? А я думаю, об этом зрителю лучше расскажешь ты в своем сюжете. Да, действительно, в этом году в село Константиново на день рождения великого поэта приехал Сергей Безруков. А о том, что он там делал, я расскажу в своем сюжете. Лучшим подарком на день рождения Сергея Есенина всем его почитателям стал приезд в село Константиново известного актера и поклонника великого поэта Сергея Безрукова. Приехал он почтить память Есенина и подарить жителям его земли свой знаменитый моноспектакль «Хулиган. Исповедь». Актер, названный в честь поэта, с детства увлеченный его творчеством, сам поставил этот спектакль и недаром назвал его именно так. Ведь в нем Сергей Есенин открывается перед зрителем через свои стихи. Спектакль, который я поставил, здесь только поэзи Есенины, здесь песни Есенины, мои песни. Я не стал прикрываться известными хитами есенинскими, потому что это нечестно. Ну это нечестно, потому что есть народные любимые песни есенинские. Они уже настолько шикарны, настолько они потрясающие, что просто их можно петь и все, у тебя уже зал принимают. Это нечестно. Если лучше выходить честно, то своим песнем примут, не примут, это уже называется вопрос. Ну принимают, принимают славу, принимают, волнительно было, премьерный спектакль. А сейчас уже, когда ты знаешь реакцию публики, знаешь уже, что людям нравится. И в этом спектакле только поэзи Есенины, и стихи, и песни на стихи Есенины. Здесь нет ничего лишнего. Этот спектакль – единая, сложная музыкально-поэтическая композиция. В ней только Есенин, его мысли, чувства, стихи, его метание и душевная боль. В ней весь он – поэт и хулиган. В начало 20-х годов Есенин приехал из турне по Европе. Он выступает перед публикой, и сложно понять, где он шутит, а где говорит серьезно. Чай, не водка. Пожалуйста, вопрос, товарищи, пожалуйста. Пожалуйста, вот вы, пожалуйста. Сергей Александрович, как вы относитесь к литературному течению «Ничевоки»? Тише, тише, товарищи, дайте послушать. Тише, товарищи, дайте послушать, товарищи. «Ничевоки»! А в ней есть «Ничевоки». И все вопросы, пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста. А к эмошинизму? Я считаю, что настоящая поэзия, она шире любого направления. Вон Пушкин. Никакому литературному кругу не принадлежал. Однако мы его читаем и любим до сих пор. Вот так вот. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Пожалуйста. А вы Пушкина любите? Ой, какая девушка красивая. Ах, у вас не Наташа заключается. Глаза такие прям. Будете Наташа. Этот спектакль уже видели зрители Америки, Канады, стран Европы. И потому, как принимают его за границей, становится ясно, что Есенина чтят и любят далеко за пределами нашей страны. Спектакль везде ждут, спектакль очень любят и очень много-много катаемся мы с спектаклем по стране. И летов уже нет на декабрь. Это, с одной стороны, приятно, с другой стороны, понимаешь, что, наверное, еще больше надо играть этот спектакль, потому что желание слушать поэзия Есенина, оно огромное. Люди хотят слушать. Когда я, допустим, в Ванкувере читал, или в Торонто, или в Нью-Йорке, когда я читал, когда с тобой читают весь зал практически каждое стихотворение, я вижу, как люди просто с тобой шепчут каждой из стихий, когда ты видишь их слезы, когда видишь реакцию на стихи Есенинские, ты понимаешь, что он нужен, он необходим, вот этот недостаток кислородного голодания, вот такой вот такой голод, поэтический голод, именно Есенинский голод, когда хотят, хотят слушать. Казалось бы, времена изменились, есть интернет, есть уже айпэля, есть все, что угодно, всякие 3-4G, все, уже люди стали настолько современными. Уже практически не держат книги в руки, они берут просто с собой там планшетник и все там читают. Но тем не менее, вот эта страсть любовь к Есенину, к стихам, она не утихает. И я этому бесконечно рад. Сергей Безруков отмечает, что играть спектакль здесь, на родине поэта, для него особенно волнительно. Ведь здесь царит неповторимая особая атмосфера. И актер, как почитатель поэта, больше всего боится, что когда-нибудь эта атмосфера будет разрушена. Очень переживаю также и надеюсь, что действительно этот уголок действительно очень значимый для всех почитателей творчества Сергея Есенина. Чтобы он сохранился, чтобы не застраивался с современными домами настолько, чтобы это не походило на некий филиал рублевки. И все-таки нужно действительно отдавать отчет, что дома эти находятся как раз в Константиново, это родина поэта, чтобы здесь все-таки сохранялся некий деревянный быт той самой деревянной Руси. А не превращался бы действительно в некую такую бизнес, элитную дачную композицию. Ни в коем случае ничего бы не хотелось. Сергей Безруков отмечает, что сыграв Есенина в фильме, у него осталось чувство недосказанности, ведь там было очень мало стихов. Просто задачи в этом фильме ставились совсем иные. Основное направление было это детектив, это желание все-таки оспорить существующую, на мой взгляд, лживую официальную версию самоубийства. Очень важно было показать по Центральному каналу, и это, мне кажется, величайший подвиг, который произошел, потому что по Центральному каналу показать убийство Есенина, причем так абсолютно доказуемо. Да, это версия, да, мы как художники имеем право на свое видение, имеем полное право. Но смелость показать по Центральному каналу, показать вот такую версию гибели поэта, рассказать о даже непростой жизни, и о скандалах, и о том, самое главное, что для меня было важно в этом фильме, это показать значение личности Есенина в то время. А здесь все иначе. Здесь важно не просто читать стихи Есенина, важно проживать каждую строчку его произведения, каждое их слово. Каждое стихи Есенинское должно касаться исполнителя обязательно, потому что просто так читать Есенину, просто так, как бы, ну, просто читать, произносить. Нет, Есенин сам читал это настолько проникновенно, и читать с холодным носом, как говорится, абстрактно, невозможно. Нет, 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 нужно обязательно, чтобы это цепляло тебя лично. Каждое слово цепляло тебя лично. Дождик, но кроме метлами чистит, им деколы помет по лугам, плюйся ветер, охатками листьев, я такой же, как ты, хулиган. Я люблю, когда синий чащий, как с тяжелой походкой волы, Швотами листвой хребящими, по коленкам марают стволы. Вот оно, мое стадо рыжее, кто ж воспеть его лучше мог? Вижу, вижу, как сумерки лижут, слепи человечих ног. Русь моя, деревянная Русь, я вин твой певец иглашатой. Звериных стихов моих грусть я кормил резидой и мятой. Взбреже полночь луны кубшин, зачерпнуть молока берез, Словно хочет кого придушить, руками крестов погост.